ну что же наши путешествия по камчатке продолжается сегодня мы посетим зеленые озерки они же сероводородные ванны по дороге заскочим и в малке это природный 12 апреля всех далее проедем на халатырский пляж пообщаемся с серфингистами экстремалами зимних видов спорта покажем ночной петропавлов центр города нормально соответственно по дороге заедем сакачинский ресторанчик который называет пирожковый рай заедем в начинский санаторий где проходили лечение космонавты ну и в общем попутешествуем также посетим мишенную сопку она же смотровая площадка на центр города и прекрасный вид открывается на ватчинскую ухту ну а по дороге на зеленовские озерки мы заедем на памятник символ камчатки под названием здесь начинается россия он выполнен в виде двух медведей и рыбой находящийся в зубах одного из медведей хотелось сказать что камчатка развивается развивается метро структура объездная дорога вокруг петропавловска построена очень хорошем качестве но в основном отдых на камчатке это дикий отдых взяли в аренду автомобиль и решили съездить на зерки на очки сегодня не поедем на очки но вообще просто по городу кататься удобно что по поводу автомобилей мы были два года назад выбрали автомобиль и катались везде без ограничений где хотели сейчас тут на камчатке во всех автокомпаниях если ты берешь авто то есть ограничения особые если ты хочешь поехать на калатырский пляж к примеру то должен отзвониться и сказать что ты едешь туда из тебя плюс ну минус тысячу снимают вот и якобы тут ввести датчики в автомобилях ну и все если ты отклоняешься от маршрута определенного тебе маршрута потом ты можешь ездить если отклоняешься от этого маршрута то плюс там пять-три тысячи зависимости куда ты отклонился вот и сейчас мы вам покажем статую отсюда начинается Россия ну что ж друзья мы у одного из символов камчатки стела называется медведи здесь начинается Россия камчатка с обратной стороны надпись 2 повеличения города елизово камчатки также есть еще с отдаленный район в общем на скульптуре изображены все символы можно сказать камчатки это конечно же медведи осетровая рыба с красной икрой то есть все символы ну и вулканы на дальнем фоне отображены естественным образом вот находясь в этой скульптуры полностью осознаешь мощь камчатки и символизм к счастью или к сожалению в этот раз нам не удалось увидеть живых медведей но я думаю так и должно быть на заднем фоне также отображена таблица с названиями городов крым париж лондон ну и соответственно указано расстояние до городов сочи 7809 километров москва 6 1783 пекин 3500 анкоридж америка то есть америка ближе чем столица россии ребята он кстати новый аэропорт ближайшее время его сделано сделал он наподобие кратера вулкана то есть вокруг расположен в центре к также самолеты трапы вокруг заставляются удальня но очень интересная такая архитектура «Карлянка» «Карлянка» «Марька» «Карлянка» «Карлянка» «Передактор» друзья на всех мы прибыли на озерки поселок раздольный в общем мы идем в старое есть еще тут новое ребят вот смотрите вывеска озерки это получается старое еще советский но достаточно качественно здесь можно и воду регулировать опасно нам нравится вот и в общем приехали опять сюда друзья также здесь указан химический и минеральный состав воды вода реально является очень сероводородной нас об этом предупреждали то есть если у вас есть серебро обязательно надо снять крестик у меня почернел сразу же советское время очень была сильная вулканологическая станция ребята вот такой в общем тоннель проход там уже готова нырять и тут небольшая информация вообще об исследования в советское время а данных водах разряли вулканы ребят в общем мы рассказываем 300 рублей здесь стоит по времени то есть ну вообще не ограничить хоть сколько купайся лечись ну не знаю только если по медицинскому показатель а так все сейчас вот идем переодеваемся и купаться все вперед друзья конечно в этом месте очень сильно пахнет сероводородом в этом и вся прелесть еще что хорошо данном месте через систему данных черных шлангов можешь температуру регулировать в бассейнах то есть до определенной температуры люди сами устанавливают эти шланги и доводят до определенной температуры вот в бассейне также здесь находится бассейн с минеральной водой большой в котором держится постоянная температура порядка 40 градусов ключевская сопка или ключевской вулкан один из самых больших и действующих вулканов на камчатке но к сожалению баннерами закрыт вид если бы не было баннеров открывался бы прекрасный вид именно на эти два вулкана ключевской и овачинский также здесь есть в лесу неподалеку дикое место для купаний просто открытое место но в которое к сожалению сейчас мы не смогли проехать потому что межсезонье распутятся там можно купаться зимой либо летом как ваши ощущения прохладная вода такая право грачная нет я в следующий раз погреюсь по тому точку смотри и ключи бьют это из-под земли друзья прелесть озерков старых в том что здесь находится дикая холодное озеро с подземными ключами и прекрасно делать такую процедуру ныряешь в горячую воду греешься потом обязательно мы идем в ледяную воду и далее окунаемся в минеральную воду и получается как в сказке то есть реально наступает самый лечебный эффект человек просто все с богом ледяную водичку кстати ребят вода настоящая у меня крест сразу почернел себя предупреждали так можно пить головы иголочками как ваше ощущение бодряк всем рекомендуем да мы ведром обливались там ключ холодный и все и а Здесь можно пить Это очень минерального, да? Можно пить Да, кстати, вот минералочка Это минерального, да, можно пить? Это теплое, очень теплое На улице холодно, на самом деле Минерального, да, а там сероводородное Друзья, буквально в 50 метрах от Озерков-1 построили новый санаторно-курортный, так сказать, комплекс для отдыха и купания Озерки Новые, так называемые Здесь уже более современная инфраструктура Куча бассейнов, кафе Можно отдохнуть, покушать Но нет этой изюминки Это именно купание в холодном контрастном озере Ну, конечно, есть выход Может, в дальнейшем это сделают Ну и, соответственно, ценник Здесь чуть-чуть подороже, 500 В старых озерках 300 То есть, каждому свое На вкус и цвет И отдых Ну, зато здесь во дворе открывается прекрасный вид на вулканы Карякский и Авачинский По системе оплате, хотелось бы сказать, в обоих санаториях Если в старых озерках только за наличку, здесь можно удобно рассчитаться и наличные, и безналичные, и переводы Далее мы прокатились к подножью, можно сказать, но не доехали до вулканов Каряки и Авачи Ну что, друзья, мы находимся на объездной трассе Елизово-Петропавловск-Камчатский И, в общем, вот они, вулканы знаменитые Шикарный вид Очень красивое место Вообще, есть туры Туда подъезжают прям Подножью вулканов Там находится знаменитая Верблюд-гора Но мы туда, конечно, не поедем По дороге также встретили местных жителей, продающих Камчатского краба Это шикарное зрелище Мы купили покушать мясо Краба брать не стали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вулканические камни В общем, это дорога на вулканы Ну, туда только на вездеходов ездит Вот Мелкие деревья Такие подгоревшие, видно Камни всякие вулканические И Ёлочный сланец Другой Другой Много очень там И Парать сюда долетает Ну, там есть, пьянда И Береза поклацанная И Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не поняла, как это пустые лапы Ну, так Ребята, мы были на рыбалке Вот Поймали таких крабиков Сейчас мы будем кушать Смотрите, какие мощные Красные Вареные Приезжайте на Камчатку Далее мы отправились на север Проезжали одноименную речку Авачу На север мы отправились в источники Так называемые Малкинские дикие источники Горячие Очень замечательное место Там находится база Сами источники бесплатны Проезжали мы Через поселок Сакачи И так называемое место Пирожковый рай Естественно, мы заехали Отведать пирожки Ну что, друзья, мы приехали в пирожковый рай В общем, ребят, находится место Поселок Сакачи Это между Натчиками и Малками Вот Именно пирожковый рай рекомендую Сейчас зайдем, посмотрим, покушаем Расскажем, что здесь есть Напротив магазин Друзья, в общем, место реально шикарное Огромный выбор Пирожки с различными начинками Мясо, ягоды, грибы На любой вкус и цвет В общем, мы Были под впечатлениями Взяли на пробу несколько пирожков К сожалению, не оказалось Пирожков с книженикой Мы здесь познакомились с ребятами Артистами и они нам рассказали Про эту ягоду, которая произрастает В том числе на Камчатке И на северах В общем, такое вот место В общем, месту пирожковый рай Мы ставим твердую четверку Пирожки нам понравились Они достаточно огромные Можно покушать и наесться Ребят, вот такие живут тут хас Значит Охранники Ну все, мы идем с Прибыли в Малке С буршлагбаумом Не знаем дальше Можно ехать, нет? Мы решили пешком прогуляться Почему? Потому что Таня Хочет увидеть неделю Погладить его хочет Виновники пожаров Меры назначаются Все Алексей Чувер Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот он вытекает туда О, тут вообще нормальная температура ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а тут смотри бурлит что-то и бурляшки выходит слушай тут чистая вода вообще вот кстати вот эта купель горячее а та прохладнее вот они это гейзеры и выходят смотри вот их под земли бурлит и вот там тоже бурлит можно яйца готовить мы взяли яйца это камчатка камчатка сила сила земли кто хочет икры ребят малкинские источники вот такие здесь друзья ходят тоже наши друзья ребят на все покупались вообще шикардос круто пьем чай Таня и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это замечательное природное место Гейзера Оно находится между чашами вулканов, гор и сопок Мы всем рекомендуем здесь побывать В общем, далее на север находится поселок Эсса Но он находится в 300 километров Примерно посередине между Елизово и Малками находится местечко на чеке камчатка олень символ поселка на чеке конца 508 года бассейн на чеке приехать посмотрим что здесь мальчинский санаторий поднимаемся в бассейн тут что перскуранты царь пожалуйста номера есть кто желает также есть всякие массажи в общем вот такой вопрос а а а а и и и и и и и Ну что, женщина налево, мальчик на ту. Так, ребят, гардероб, отдали электронный браслет, электронная система, выход в бассейн, зеркало огромное, сушим, туалет. Кстати, здесь очень сильно люк для фитажа, крякает на улице. Ребят, что хотелось сказать про этот Натинский санаторий и еще бассейн. Говорят, что здесь лечились и проходили восстановление космонавта. Ну, очень хорошая здесь вода. Вот, мы уже так покупались хорошо, распарились, подустали. Ну, вода реально хорошая, в общем, рекомендуем. Кстати, сегодня 12 апреля, всех с днем космонавтов. Рекомендуем. Друзья, ну что же, поговорим не только о хорошем и плохих моментах Камчатки. Так сказать, рубрика «Ложка дегтя, бочки меда». Поговорим о дорогах, а вернее, о бездорожье Камчатки. Следующее место, куда мы отправились, это Халатырский пляж. Смотря множество блогов про Камчатку, новостей, много лет уже говорится о дороге в сторону Халатырского пляжа. Ну, по сегодняшний момент на дворе уже 2024 год. Никто так и не построил нормальную дорогу на пляж, дорога очень убитая, ездят грузовики, различные машины. Сама тенденция, мы пообщались с хорошими людьми, которые из города Новосибирска сами отдыхали в Голубой лагуне, они нас добросили с Голубой лагуны до Петропавловска. В общем, они были на Сахалине и очень были приятно удивлены, насколько Сахалин туристический и насколько он облагорожен. На Камчатке этого на сегодняшний день не наблюдается. Дороги – это отдельная история. Выгодно это кому? Властям, тем же туроператорам, которые на джиптурах зарабатывают деньги. Джиптуры очень дорогие, съездить на вулканы, на халатырку – это очень дорого стоит, от 15 тысяч рублей с человека. То есть, дорог как не было, так и нет. И вот по такому бездорожью мы поехали до халатырки. В общем и целом, сам пляж очень интересное место. Плюс те развлечения, которые на сегодняшний день там имеются. А именно прогулки, экскурсии на лошадях, мотопрогулки по бегрегу, халатырки. И, конечно же, серфинг очень экстремальный. Ребята занимаются там очень плотно. Построили, создали базу на берегу. В общем, развлечений там хватает. И есть на что посмотреть. Но дорога, конечно, тоже является экстремальным видом путешествия до океана. В общем, чтобы добраться до пляжа, необходимо преодолеть 10 километров различных бездорожей, лужей, грязь, колеи. Не каждая машина проедет, доберется. Но, в общем и целом, то, что вы увидите, конечно, это этого стоит. Побывать на берегу океана, подышать, порелаксировать, погулять. В общем, это стоит. Побывать на берегу. Ну что, Сергей? Мы приехали на Халатырский пляж. Их тихий океан. Ребят, что здесь необычного? Песок не как вы привыкли видеть. Белый, желтый. Здесь именно черный такой, вулканический. Туф, песок. Очень необычно. Мы уже чувствуем шум океана. Хотя вот, на вот второй раз, да, мы приезжаем, не до года. Сегодня он не такой уж прям буйный. Тогда было прям сильно буйным. Тhh. Мы kneadы. Спасибо за субтитры. ами. Сегодня, да и в общем, как всегда, океан был прекрасен по-своему. Была прекрасная погода, солнечная, было испарение воды на берегу, была средняя волна, в океане катались серхнегисты, где-то наверняка плавали сивучи, нередко можно в океане встретить китов, но это отдельная история, прогулка в океан, конечно, у нас она была запланирована, но в итоге сорвалась. Мы хотели попасть в северокурильск, ходит туда с морпорта пароход, но на данный момент навигация еще была закрыта, поэтому мы не сходили в океан, в море. Ну а это будет уже отдельная история, так что наслаждаемся звуком океана и прекрасными видами. звуком океан, в море. Звуком океан. Звуком океан. Звуком океан. Продолжение следует... 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 у фирмы которой мы арендовали машина ценник приблизительно такой на седаны небольшие машинки ценник от полторы-двух тысяч на машины побольше кроссоверы 3-4 ну и джипы от пяти тысяч фирма в принципе мы остались довольны нареканий никаких не было договор заключили буквально за 15-20 минут деньги после проверок вернули залоговую сумму в районе 5000 то есть по фирме нареканий никаких не было ну вот в общем примерно такие цены на камчатке за аренду автомобиль ну и конечно автомобиль сдается в чистом виде обязательно надо заехать его на автомойку либо за вас помоют и возьмут от 500 до 1000 рублей друзья центре находится прекрасный храм собор святой троицы с которого открывается шикарный вид на так сказать домашние вулканы ключевской и овачинский как называется собор храм молодоженов и все фотографируются возле вот этого ну вот это колокольня наша это колокольня здесь колокола по два по три раза но это цитране здесь очень красиво внутри очень и вот там вот у вот у у у у у Далеко от храма, а также на подъеме на мишенную сопку, смотровую площадку, находится городская столовая в Сити. Очень хорошая кухня узбекская, ну и приемлемые цены. В общем, мы зашли покушать и были очень приятно удивлены. Прекрасный панорамный вид, также на вулканы, называемые местными домашними. В общем, всем рекомендуем. Для туристов очень подходящее место. Друзья, но в дальнейшем мы отправились на смотровую площадку, называемую Мишенной сопкой, откуда поистине открывается прекрасный вид на центр города, на весь город, на залив, на заход в Авачинскую бухту и на гряду домашних вулканов Вилючинский, Ключевской и Авачинский. Все, ребят, идем, умотались. Грязь. Непогода. Таня устала. Провалилась грязь. Таня, как подъем? О, все легкие. После Армении это ерунда. Не горы. Ребят, это вид вот на центральную площадь Ленина, где. Мы вот там были. Красота. Последние шажочки. Ребят, вид на весь город. Вон, Халатырский пляж. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья. Ну что же, сегодня мы увидели Камчатку. Такой. С каждым разом мы ее узнаем по-разному. И видим по-разному. И она показывает себя по-разному. То туман, то дождь, то снег. Побывать в разных местах, увидеть что-то новое, узнать новую историю. Всегда прекрасно. Также можно сказать, что мы не посетили самые туристические отдаленные места. Мы побывали только в доступных на сегодняшний момент. Но, к сожалению, была закрыта дорога на долину гейзеров. Отдаленное место по причине схода лавины. МЧС перекрыло дорогу. Также можно сказать, что очень дорого туда добираться. Джек-тур стоит от 15 тысяч на человека. Не побывали у подножия на Верблюд-Гэре. Курильские озера. Это место обитания медведей. Дикий заповедник. Малая гряда и большая гряда. В общем, мест, которых еще можно посмотреть на Камчатке, достаточно много. Но мы посетили более ближайшие источники и места. Поэтому, друзья, путешествуйте вместе с нами, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Ведь для нас это очень важно. Для продвижения канала. Вместе мы можем побывать в новых местах, посмотреть новые места, что-то изменить, узнать новую историю. Да и вообще путешествуйте даже в своем регионе. Взяв палатку, отъехав на 20-30-50 километров. Ведь единение с природой – это прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok